Доброго времени суток, с вами Арталаски И сегодня мы продолжаем тему анимации персонажей для игр В предыдущем видео я рассказал вам про два основных закона анимации И хоть они не являются самыми главными, они способны уже сделать вашу анимацию заметно симпатичнее И если вы там все поняли и попробовали, то самое время перейти к более сложным анимациям и собственно стилям персонажей В данный момент у меня сейчас открыт Adobe Animate, а не Photoshop Так как здесь мне будет проще показать сам принцип После того, как я покажу принцип в этой программе, мы переведем в Photoshop И там уже сделаем анимацию именно в пиксельном стиле, опираясь на эти методы и принципы, которые я покажу здесь в анимейте Так, я тут подготовил специально такого простенького очень персонажа, на котором все это будет достаточно хорошо видно Итак, значит стартовый кадр у нас как и в прошлом ролике, а точнее стартовый и финальный кадр у нас остается одинаковый Только единственный момент, начиная анимацию движения, точнее даже анимацию бега Не нужно делать первым и последним кадром, когда персонаж просто стоит бездействуя Поэтому сразу же ставим персонажа, так сказать, в бегущую позу Для наглядности я помещу переднюю ногу поверх торса, чтобы ее было лучше видно Итак, с этого же кадра у нас как бы начинается вся анимация и этой же позой она у нас будет кончаться Теперь вся суть этого движения как бы поменять местами задней части тела и передней То есть сейчас задняя рука находится здесь, в начале и в конце кадра То посередине она будет находиться там же, где сейчас находится передняя То есть где-то вот здесь В то время как передняя наоборот будет повернута в эту сторону и находиться где-то вот здесь И получается как бы вот такое вот движение руками То же самое нужно сделать и с ногами Все вместе это будет выглядеть следующим образом Но анимация, конечно же, сейчас выглядит очень топорно и неприятно Я бы даже сказал, что это сейчас больше похоже на лыжника, чем на бегущего человека Во-первых, у нас совершенно не двигается голова и не двигается тело Поэтому между вот этими кадрами как бы у нас будут два промежуточных этапа Это здесь и вот здесь В целом также для понимания будет не лишним рассмотреть каждый элемент по отдельности То есть вот движение одной руки у нас получается следующим образом То есть она просто как бы по дуге, по вот такой вот, болтается туда-сюда В то время как вторая рука как бы имеет противоположное движение То есть движение то же самое, только в другую сторону Точно так же работают и ноги То есть также по дуге она вращается туда-сюда под определенным градусом И противоположное движение совершает уже другая нога А здесь также важно понимать, что ноги с руками двигаются асинхронно То есть, например, давайте включим сейчас переднюю руку и переднюю ногу То есть они двигаются противоположно друг к другу Если вы попробуете как бы походить по комнате То обратите внимание, что у вас руки с ногами тоже двигаются асинхронно А вот, например, передняя рука и задняя нога будут двигаться по одинаковой траектории И наоборот, задняя рука с передней ногой также будут двигаться по одной траектории И получаем как бы вот такой вот узор движения Теперь ко всему этому нужно будет добавить еще как бы приземление И отталкивание от земли То есть при беге персонаж будет как бы слегка проседать И потом так же обратно как бы вот так вот приставать Подлетать даже И на одном эскадре он вообще находится в воздухе И как бы обратите внимание, что при всем при этом как бы меняется общая высота персонажа Ну а теперь, когда мы собственно с основами разобрались на большом таком вот примере А можно уже перейти в фотошоп и применить это все на пикселях Для примера приведу персонажа из того же Bloodlust Но здесь как бы двигается одна рука, две ноги и слегка поворачивается голова в стороны при беге Ну и как бы тоже видим, что он то опускается, то приподнимается А рука, которая держит оружие, у него как бы остается на месте И чтобы не затягивать уже видео, возьму персонажа, у которого будем анимировать только ноги Так как руки по сути имеют то же самое движение И чтобы как бы опять же не затягивать, возьму именно вот такого А на нем кстати все достаточно хорошо должно быть видно А ширину и высоту сразу ставлю примерно 48х48 Чтобы хватило размаха для анимации и сюда уже вставляю Опускаю его сразу как бы так на пол, чтобы было удобнее анимировать Для удобства можно сначала отразить холст по горизонтали Так как в эту сторону обычно удобнее анимировать Но я оставлю пока так И значит сразу дублирую слой и ставлю его в такое вот бегущее положение Создаем сразу анимацию кадра и дублируем наш слой Хотя нет, слой дублировать не будем, дублируем кадр А на котором также будет вот этот стартовый и финальный То есть чтобы два раза его просто не делалось, как в начале, так и в конце Используем один и тот же спрайт Теперь создам промежуточный кадр и слой Но слой я продублирую И для удобства и наглядности сразу назову его приземление И кстати на этом кадре на стартовом его можно на один пиксель приподнять Вот так Теперь я как бы его ставлю обратно на землю Вот так Так, задержку сразу ставим на 0,1 секунду И как бы здесь, чтобы постоянно проигрывалось Впрочем все как обычно Теперь нужно как бы для плавности сделать несколько кадров Иначе она у нас получится такая вот дерганая Опять же между этими двумя кадрами создаю новый И дублирую слой И теперь как бы так плавненько буду опускать те же ноги И подводить его к вот этому положению И думаю можно его на один пиксель слегка опустить Хотя нет, еще рано Опустим его в следующем кадре Опять же его дублирую Создаю новый кадр И теперь уже практически ставлю ногу на землю Чтобы он как бы уже практически приземлился Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Итак, смотрим что у нас получилось Достаточно примитивная и простая анимация Но тем не менее выглядит уже более-менее живенько Если добавить сюда еще такие покачивания головы И поскольку оружие, которое он держит То уже будет выглядеть вообще как живой Если смотреть по кадру, то в принципе вот что у нас получается А первое движение, то есть он уже находится в полете Как бы представьте, что он как бы садится на шпагат такой вот передний Во втором кадре он уже как бы сводит ноги в одну точку вот сюда И как бы вот так вот приземляется контакт с землей Далее он как бы слегка проседает по инерции Так как у него достаточно немаленький вес И к следующем кадре он уже как бы пружинит обратно И при этом передвигает ноги И наконец снова подлетает И в конце взлетает уже к первому кадру И в цикле это у нас уже получается вот так вот достаточно плавно Чтобы экспортировать данную анимацию мы выделяем все слои И отключаем здесь фон Далее мы можем либо по старинке сохранить через Ctrl-Shift-Alt-S Настроив здесь Upscale в процентах и качество по соседним Если конечно это необходимо Либо пойти другим путем Нажать File Экспортировать слои файла Здесь выбираем тип файла PNG Либо 8, либо 24 Обязательно ставим прозрачность И тримминг слоев отключаем Чтобы у нас как бы на каждом кадре сохранилась наша рамка То есть само пространство вот это вот 48 на 48 пикселей Которые мы делали Префикс имени файла Сразу как бы делаем покороче И выбираем куда экспортировать Галочку только видимые слои Отключаем если она стоит А как бы не в сомнении он вам еще экспортирует отдельно кадры слоя Точнее слой с фоном Его просто удалите да и все Нажимаем выполнить И через несколько секунд То он как бы выдаст вам вот такое вот окошко Что все экспортировано успешно И у нас в папке будет как бы каждый кадр на отдельном слое Их можно уже сразу закинуть в движок А например в цельный спред у геймейкера Для Unity все таки было бы лучше объединить их в какой-нибудь Atlas Стандартными средствами в Photoshop и Atlas вроде как не склеить Но есть как бы дополнительные скрипты от NVIDIA или от сторонних разработчиков Так что если как бы вам необходима такая функция То вот пожалуйста все оно тут есть в гугле Ну что ж если вам понравилось данное видео подписывайтесь и ставьте лайки А так же делитесь этим видео со своими друзьями И заглядывайте сюда почаще Ведь видео выходит практически каждый день Кстати если вас заинтересовал проект Bloodlast Вы можете следить за его разработкой как на моем канале Так и в группе вконтакте Которую так же было бы неплохо вам подписаться Ну а с вами был Арталаски И я не прощаюсь А приглашаю посмотреть те видео Которые вы еще не успели посмотреть До завтра